МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Скоро начнёт занятие, скоро это значит 3 октября 2018 года, начнёт занятие Красный университет Фонда Рабочей Академии. Начнёт занятие уже седьмой набор. В чём особенность этого университета? Это университет общественный, он создан Фондом Рабочей Академии и поддержан Рабочей партией России. И этот Красный университет помогает трудящимся изучить самую современную общественную науку, марксизм. Для того, чтобы марксизм освоить, нужно освоить все его три составные части. Это диалектика, это политическая экономия и это политическая теория. Каждый из этих составных частей без других не существует, они связаны внутренним образом, и вот так построено преподавание, чтобы слушатели это единство всех составных частей марксизма, всех моментов марксистской науки могли воспринять и могли этим овладеть. Ясное дело, что изучение марксизма не может быть проведено вообще за год. Поэтому занятие в Красном университете предполагает два отделения. Первое отделение – это такое отделение, на котором товарищи слушают лекцию, смотрят их ленинградцы, они очно их смотрят, а все остальные, кто записывается из других городов и стран, они смотрят по экрану своего компьютера. Выполняют задания, которые получают через систему дистанционного обучения, издают зачеты, экзамены и получают диплом выпускников Красного университета, который позволяет считать себя пропагандистом марксизма-ленинизма. В то же время на втором отделении уже никаких занятий для тех, кто закончил первое отделение, не ведется, но слушатели второго отделения могут писать работы, продолжают самостоятельно изучать полные собрания сочинений Ленина, науку логики, Гегеля, три тома капитала Маркса и вести соответствующую пропагандистскую работу, и устную, и письменную, и в том числе в интернете. И они продолжают держать связь с преподавателями Красного университета и получают необходимую научную, методическую и теоретическую поддержку. Чтобы записаться в Красный университет, надо зайти на сайт Ленинградского интернета телевидения, там даны данные, электронная почта и телефон проректора Красного университета, товарища Мордовина Валерия Александровича. И после этого те, кто живет в Ленинграде, могут 3-го числа, половина седьмого вечера, то есть в 18.30, подойти к выходу из метро политехнической, там мы соберемся все вместе и пойдем слушать первую лекцию, и как раз я эту первую лекцию буду читать, которая будет посвящена диалектической философии, проблеме истинной в марксизме. Значит, занятие бесплатное, все это делается за счет труда и времени наших преподавателей, наших помощников, которые это делают, в том числе благодаря колоссальной поддержке Красного телевидения, Ленинградского интернет-телевидения, руководитель которого, Пронин Владимир, является ректором Красного университета. Мы на ученом совете Красного университета приняли такое решение, что поскольку наши занятия должны помогать находить ответы на вопросы, и не тогда, когда все изучишь, а и по ходу дела, то у нас обучение построено так, 50 минут лекции в 19 часов, 10 минут перерыв, потом 50 минут ответов на вопросы. Какие? И по этой лекции, которая была прочитана, и по любым другим вопросам, которые считают нужным, задать слушатели, и которые их волнуют или волнуют тех, с кем они работают, чтобы наши слушатели Красного университета были бы не только носители знаний в себе, но и носители знаний для других, и могли бы отвечать на злободневные вопросы нашей жизни. Вот на этом я свое вступление к Красному университету заканчиваю, приглашаю вас записываться, приглашаю принимать участие в обучении. Я думаю, что без обучения, без науки побед рабочий класс не получит. И трудящиеся, и трудящиеся могут выбраться из того тяжелого положения, в котором находятся, только тогда, когда они вооружатся самой передовой теорией классовой борьбы. Субтитры создавал DimaTorzok